Мужчины часто спрашивают меня, как познакомиться с девушкой, особенно если мешает излишняя застенчивость. Да и девушки, скажу я вам, не очень-то любят одиночество. Тем более после 25, когда социум начинает уже подавливать, если у тебя все еще нет серьезных отношений. Но, к счастью, нам на помощь приходит интернет. Да, сегодня это самое популярное место для знакомств, но и здесь есть свои особые правила успешного знакомства. Так что же нужно делать, чтобы все вам сами писали и хотели с вами встретиться? Начнем с самого главного. Интересные ресурсы для знакомств. Если все-таки ваша цель познакомиться, то ни в коем случае, прошу вас, не делайте этого в ВКонтакте или на Фейсбук. Все-таки там люди заточены немного на другое. Это все равно, что знакомиться, ну скажем, в магазине. Да, да, это возможно, но это займет у вас столько времени и сил, что, возможно, вместе с этим пропадет и всякое желание и решительность действовать. Поэтому просто определите для себя интересное приложение на телефоне или сайт знакомств. Моя рекомендация вам это SweetMeet. Мне кажется, это самое удачное и удобное приложение для знакомств. По нескольким причинам. Во-первых, это очень популярный все-таки ресурс, где уже зарегистрировано более 50 миллионов человек. А это дает огромные возможности для людей, которые живут как в маленьких городах и, я уже не говорю про мегаполис. А значит, у вас будет огромный простор для выбора лучшего варианта для себя. Второе, это механика знакомств. Вы смотрите на фотографию человека и решаете, перейти к следующему претенденту или выразить свою симпатию в виде там лайка, да. И если вы в ответ получаете такую же симпатию, то есть взаимность, то у вас появляется возможность пообщаться. И все, вы можете смело действовать. Ну, это же очень просто. Вы уже знаете, что человеку вы понравились, а значит, смелости для решительных действий должно быть больше. Все гениальное просто. Но если вы решили все-таки, что на компьютере вам удобнее и приложение это не ваша как бы тема, то тогда обращаю ваше внимание на такой ресурс, как фотострана.ру. В любом случае, все свои рекомендации я оставлю ссылочки на них в описании под этим видео. Второе, ваше фото. Особенно, если мы берем во внимание такие приложения, как SweetMeet. Ведь здесь все решает именно ваша фотография. И здесь, кстати, не получится влепить какую-то левую фотографию из интернета или поставить фото вашего котика, или любимую вам знаменитость. Все модерируется. Но это неплохо, потому что дает вам гарантии того, что вы общаетесь с реальными пользователями. Так вот, помните, что первое, на что обращают внимание в сети, это, конечно же, на вашу фотографию, на вашу аватарку. И какая, извините меня, пожалуйста, у большинства это фотографии, особенно у мужчин. Правильно, это ужасная, просто убогая, некачественная фотография, сделанная на мобильный телефон. Запомните, ваша фотография должна быть мега-супер-качественной. Вот постарайтесь, пожалуйста. Вообще, пусть фотографий будет немного, но самое главное, еще раз подчеркиваю, пусть они будут качественными. И запомните, что все фотографии должны быть разными, а не 10 фото, а-ля я вся такая красивая, на одном диване. Нет, пусть фотографии отображают все разнообразие вашей интересной и богатой на увлечение и хобби-жизнь. И говорят же, что, да, встречают по одежке. Точно так же и в интернете. Ваша фотография – это ваша визитная карточка. Третье. Анкета или описание себя. Это мало кто умеет, но попробуйте описать себя так, чтобы это действительно могло кому-то понравиться. Только, пожалуйста, не надо здесь очень сильно мудрить. Потому что, вот, не понимаю, почему у всех этот раздел выходит очень вычурным. И ничего, кроме отторжения, конечно же, это не вызывает. Вот вам так хочется выразить всю свою оригинальность, что, если вы до сих пор еще не знали, для вас действительно это секрет, все хотят быть оригинальными. Поэтому все эти ваши попытки выделиться выглядят нелепо и, как правило, приводят к обратному эффекту. Получается, как у всех. Лучше всего попробовать и описать себя, как бы, от третьего лица. Да, глазами вот того человека, который вас хорошо знает, самое главное – любит. И тогда, я уверена, всплывут такие вещи, которые вы бы сами сразу точно не вспомнили, но которые делают из вас вот реально интересного и живого человека. И рекомендую никогда не писать эти банальные вещи, типа «я люблю ходить в кино», «встречаться в свободное время с друзьями», «я люблю кофе», «я люблю чай». Лучше вспомните, чего такого хорошего ваши друзья о вас всегда говорят и напишите об этом. Правило переписки. Никогда не начинайте ваше знакомство с того, что пишут обычно все, а именно «привет», «как дела» или, что еще хуже, это какой-нибудь шаблон на полстраницы. Вот этим вы точно сразу же ставите жирную точку в вашем знакомстве. И вообще в начале любых отношений важно каждое слово в переписке. Это касается и тех отношений, которые начались в интернете, и даже тех отношений, которые начались офлайн, ну потому что так или иначе мы продолжаем это общение онлайн. При помощи там мобильных телефонов, социальных сетей, все-таки большую часть нашего общения мы проводим именно там. Поэтому, пожалуй, эти советы, они подойдут не только тем людям, которые хотят познакомиться через ресурсы, да, сайты знакомств, ну и вообще, которые сейчас находятся в начале своих отношений и понимают, что большую часть этих отношений они проводят онлайн. Так вот, вести себя нужно очень аккуратно, потому что ваш образ для вашего потенциального партнера, для человека, который находится по ту сторону экрана, еще, ну вот, надо признать, малозначимый и весьма смутный. Поэтому любая ваша глупость или неосторожность этот образ может смести вообще из жизни вон этого человека. Поэтому, пожалуйста, ведите себя аккуратно. Но у людей часто, наоборот, особенно у девушек, они ведут себя там, я не знаю, как левая нога захотела, будучи уверенными в том, что этот человек им не нужен, им на него плевать, и поэтому пусть он там себе продирается, не знаю, через тернии к звездам. И именно в какой-то момент такая женщина вдруг обнаруживает себя влюбленной в этого человека, а он уже такого не терпелся, что ему просто уже ничего не нужно. Поэтому первое правило очень простое. Если человек вам не нужен, не общайтесь. А если общаетесь, то ведите себя правильно и не вызывайте раздражения и отвращения своим поведением. Вы никогда объективно не сможете определить значимость и важность человека на старте ваших отношений. Это вы поймете чуть позже. Всегда помните, что в интернете, как и в обычной жизни, люди хотят обмениваться эмоциями, потому что именно это стимулирует и мотивирует нас на жизнь. Если же ваша цель соблазнить человека в интернете, то вам нужно вызвать в нем желание и, конечно же, любопытство. Для этого, конечно же, вы должны его попытаться искусить чем-нибудь приятным, чтобы он сам захотел вот это взять. Но вы его, естественно, не заставляете. Вы всего лишь тонко этим искушаете. Что-то такое привлекательное для него. Но для этого сами никогда ничего не просите. И уж тем более не требуйте. Не давайте советов без запроса. А если такой запрос и поступил, то ваш совет должен быть, конечно же, строго в рамках этого запроса. А не так, что ты меня спросил, я тебе дал совет, а ты мне воспользовался, в следующий раз меня не спрашивай и прочее. Вот этого, пожалуйста, не надо. И вообще придерживайтесь тех правил поведения, которым вы следуете как бы и в обычной жизни. Хамству, грубости, оскорблением. Бой. А если кто-то вас достает, не знаю, я просто рекомендую никогда не обращать внимания на троллей всяких. И людей, которые пишут гневные комментарии. Или там пытаются особенно девочек задеть тем, как они выглядят. Вот как бы не обращайте на это внимания. Вот правда. Но если все-таки вас до сих пор это трогает, то воспользуйтесь такими хорошими функциями, как черный список, забаньте этих людей. Самое главное, чтобы вам никто не портил настроение. Потому что ведь сайты знакомств и вообще социальные сети, они все-таки, как я уже сказала, должны дарить нам приятные эмоции и побуждать нас к жизни. И, кстати, что еще самое главное забыла сказать, это обязательно пишите грамотно. Сегодня все уже с этими быстрыми чатами позабыли, что такое запятые, орфография. Но есть люди, их все-таки большинство, которые на это обращают внимание. Правда, это очень важно. Это ваша визитная карточка. Это точно так же, как с фотографией. Это то, почему будет складываться ваш целостный образ. Поэтому, правда, я не зануда. Это просто действительно важно. Кстати, должна вам сказать, что я познакомилась со своим мужем в интернете. Да, поэтому я все-таки убеждена, что интернет сегодня это сила. И мне кажется, что сегодня большое количество пар создается именно в интернете. И мне было бы интересно узнать, а если среди моих подписчиков, те, кто, не знаю, начал какое-то незатейливое общение в интернете, а потом вдруг выяснилось, что это уже нечто большее. И, возможно, даже закончилось, не знаю, браком. Напишите, пожалуйста, свои истории. Мне будет очень интересно. Я думаю, мои зрителям тоже. Ну, а я напоминаю, что в описании под этим видео я оставлю ссылки на лучшие сайты знакомств как для компьютеров, так и приложения для мобильных устройств. Если кому-то сейчас это будет кстати, то почему нет? Ну, а я с вами прощаюсь. Ставьте мне лайки. Давайте обмениваться с вами эмоциями. Это очень приятно. Жду от вас позитивных историй в комментариях. Ну и все. До новых встреч в вам личном кабинете. Пока-пока.